Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции реализация механизма логического вывода и базы знаний. План по адапционной модели экспертной системы основанной на правилах. Посмотрим эти вопросы. Данные – это отдельные факты, характеризующие объекты, процессы и явления предметного мышца, а также свойства. При обработке на АВМ данные трансформируются условно, проходя следующий этап. Данные как результат измерений, наблюдений, данные на материальных носителях, информации, модели данных в виде диаграмм, графиков, функций, данные в компьютере на языке описания данных, базы данных на машинных носителях. Знания, связанные с данными, основываются на них, но представляют результат мыслительной деятельности человека, обобщают его опыт, полученные в ходе выполнения какой-либо практической деятельности. Они получаются эмфирическим путем. Знания – это выявленные закономерности в предметной области, позволяющие решать задачи в этой области. При обработке на АВМ знаний трансформируются аналогичные данные. Знания в памяти человека как результат мышления, материальные носители знаний, поле знаний – условное описание основных объектов предметной области, их атрибутов и закономерностей, их связывающих. Знания, описанные на языках представления знаний, что такое продакционные языки, стимулятические сети, фреймы и базы знаний. Отличие знаний от данных. Данными называются информация фактического характера, описывающая объекты, процессы, явления, предмет, новость, а также их свойства. Знания описывают не только отдельные факты, но и взаимосвязи между ними, поэтому знания иногда называют структурированными данными. Способы наделения знаниями системы. Поместить знания в программу, написанную на обычном языке программирования, базируется на концепции базы данных и заключается в вынесении знаний в отдельную категорию, то есть знания представляются в определенном формате и помещаются в базу знаний. Форма существования знаний. Исходные данные. Описание исходных знаний с предствами выбранной модели представления знаний. Представление знаний структурными данными, которые предназначены для хранения и обработки ВВМ. База знаний на машинных носителях информации. Определение знаний. Это закономерности предметной области, полученные в результате практических деятельностей и профессионального опыта, позволяющие специалистам ставить и решать задачи в этой области. Знания. Это хорошо структурированные данные, или данные о данных, или мета-данные. Знания. Формализованная информация, на которую ссылаются или используют в процессе логического вывода. Признаки классификации знаний. По природе декларативные процедуры. Специальные языки для описания знаний. Языки процедурного типа, языки декларативного типа. По способу приобретения знаний. Факты и юристика. По типу представления знаний. Факты и правила мета-знания. Представление знаний. Структурирование знаний. С целью формализации процессов решения задач в определенной проблеме области. Модель представления знаний. Формализм. Предназначен для отображения статических и динамических свойств предметной области. Искусственным интеллектом. Основными моделями представления знаний являются продукционные модели, семантические сети, фрагменты, формально-модические модели. Продукционные правила. В этой модели знаний представляются в виде предложений типа «Если то». Под условием понимается некоторое предложение образовательства, по которому осуществляется польза в базе знаний. А под действием действий, выполняемые при успешном исходе поиска. Они могут быть промежуточными, вступающими далеко в условиях, и терминальными или целевыми завершающими работу системы. Любое продукционное правило, содержащее в базе знаний, состоит из двух частей антицидента и консеквента. Антицидент – это посылка правил, состоит из элементарных предложений, соединенных логическими связками и или. Консеквент заключения включает одно или несколько предложений, которые выражают либо некоторые факты, либо указания на определенные действия, подлежащие исполнению. Продукционные правила записываются в виде антицидент и консеквент. Примеры продукционных правил. Правило 1. Если топливо поступает в двигатель, или двигатель вращается, то проблема в свечах зажигания. Правило 2. Если двигатель не вращается, и фары не горят, то проблема в аккумуляторе, или в проводе. Если двигатель не вращается, и фары горят, то проблема с тартом. Если в баке есть топливо, и топливо поступает в категорат, то топливо поступает в двигатель. В продукционных системах знаний представляется в виде совокупности специальных информационных единиц, имеющих следующий сфет. что имя продукции и сфера применения, предусловие, условие ядра, если А, то В, фосусловие, имя сферы указывает ту предмет, ту область, к которой относятся знания, зафиксированные в данной продукции. Предусловие устанавливается на множестве правил, интересующие сферы, некоторых порядок, приоритетах использования. Условие призвляет возможность применения того или иного правила, ядро продукции, если А, то В, описывает преобразование, которое представляет суть продукционного правила, где А и В могут иметь разные значения. Восусловие говорит о том, что надо делать, когда данное продукционное правило сработало. Примеры простых продукций. Если сверху молнии, то гремит дом. Если дом испугнул пожар, то вызывайте по телефону на людьми пожарной команды. Если в путеводителе указывают, что в городе есть театр, то надо пойти туда. В общем пути, продукционная система включает следующие компоненты. Это база, удержащая множество фактов, база, правил, удержащая набор продукций, интерпретатор, механизм логического вывода или правильного работы с продукцией. Продукционная система делится на два типа с прямыми и обратными выводами. При прямом выводстве рассуждения ведется к данным гипотезам, при обратном производстве поиск доказательства или опровержение некоторых гипотезов. Часто используется комбинация прямой и обратной цепи рассуждений. Продукционная продукция выбранная для выражения знаний, которые могут принимать форму перехода между состоянием и ситуацией действия, поскольку заключения причин и следствия. Преучится продукция модульность, наглядность, единобразие структуры, естественность, легкое извинесение дополнения простоты, механизм логического вывода, гиппез, родовитые иерархии понятий, которые поддерживаются только в их связи между правилами. Недостатки продукции отличаются структурой знаний, свойственной человеку. Этот процесс трудно подойдет в управление, сложность представить в родовитовую иерархию понятий, неясность соединенных отношений, сложность оценки и сообщественного образования знаний, низкая эффективность обработки знаний. Продукционная модель чаще всего применяется в промышленных экспертов системах, она привлекает разработчик своей наглядности, высокая модульность, удобность внесения дополнений, изменение красоты, механизма логического вывода. Имеется большое количество программ и средств, реализующих продукционный подход. Экспертная система – это Эксус, инструментальная система – СПАЭС, И есть также промышленные, экспертивные, в основном, фиакурные людей. Спасибо за внимание. Мы сегодня пришли в 4 продукционные модели.